Город сказка, город чудо так отзываются о Кастамукши те, кто хоть раз побывал здесь. И вот уже 25 лет Кастамукша доказывает свою уникальность. Этот северный край издавна славился своими полезными ископаемыми, скрытыми в труднодоступных болотистых местах. Еще древние карелы обнаружили земных кладовых железа, научились изготавливать из него утварь, орудия труда и оставили в знаменитом кареллофинском эпосе Калевала рассказы для потомков об этом природном даре. А уже в 40-е годы XX века были проведены промышленные изыскания, обнаруженное месторождение открыло небывалые возможности для приграничного района. И в 1974 году здесь, на северо-западе Карелии, в краю лесов и озер развернулась грандиозная по своей масштабности стройка. Ее отличительной особенностью было участие финских компаний. Городом дружбы и труда называли Кастамукшу, ведь сюда приехали специалисты горного дела со всего Советского Союза. Те, кто вложил силы, талант, профессиональное мастерство в создание в рекордно короткие сроки современного горно-обогатительного предприятия и города. История Кастамукши началась с поселка Контаке, куда строители переехали из Письмогубы в 1975 году. Условия жизни были экстремальными, но и сегодня первопроходцы, вспоминая те годы, в первую очередь говорят о сплоченности взаимовыручки, оптимизме и душевной щедрости, тех качествах, благодаря которым выжили в суровые морозы, выстояли без нормальных бытовых удобств. 24 августа 1977 года был зарегистрирован поселок Кастамукша с подчинением Боровскому поселковому совету Калевальского района. В нем проживало на тот момент 450 человек, большинство из них строители. А через два месяца, 17 ноября, Кастамукша был присвоен статус рабочего поселка, образован поселковый совет, председателем которого избран Николай Никифорович Бегун. Строительство Кастамукши началось летом 1977 года. Казалось, что дома, возводимые финскими рабочими, росли прямо на глазах, квартиры поражали воображение новоселов повышенной комфортностью, учетом всех потребностей человека, искусным подбором цветовой гаммы, в отличие от привычных серых оттенков советских строений. Указом Президиума Верховного Совета РССР от 25 апреля 1983 года поселок Кастамукша был преобразован в город республиканского подчинения, председателем госполкома избран Геннадий Николаевич Лазарев. Слава о молодом уникальном городе, построенном на приграничной территории, облетела весь Советский Союз. Сюда поступали многочисленные письма со всех концов нашей необъятной страны от желающих приехать на работу и постоянное место жительства. Кастамукшу, где многоэтажные дома словно яхты скользили по зеленому океану лесов, из окон открывался вид на голубую гладь озера Контаке, по ровным асфальтовым дорожкам среди лесных куртин гуляли маме с колясками, а школьники собирали прямо в городе грибы и ягоды, часто показывали по центральным телевизионным каналам. Здесь уже тогда, в начале 80-х, были созданы все необходимые условия для проживания. Работали детские сады и школы, причем не только общеобразовательные, но и вечерние, художественные, музыкальные и спортивные, библиотеки, роскошный дворец культуры с крутящейся сценой двумя залами и спортивным комплексом. Городская больница – уникальное по советским меркам лечебное заведение, построенное на специально отведенной под санаторный больничный комплекс территории. Рядом разместился профилакторий «Горняк». Специфика города сказалась буквально во всем. Улицам были даны названия «Калевалы», «Карельская первооткрыватель» и «Героев интернациональная». Они отражали историю страны, этого края, строительство ГОКа национальной карельской мотивы. Извучала разноязычная речь, исполнялись песни русские, карельские, татарские, украинские. Люди множества национальностей съехались в этот северный край, привнося в его жизнь колорит своей родины и ее традиции. Работали литературные объединения, народные театры, гастролировали коллективы из Финляндии. Взаимодействие между сопредельными странами успешно осуществлялось обществом дружбы СССР в Финляндии. В 1981 году была открыта комната трудовой славы комбината, получившая в скором времени статус городского музея, который за 25 лет накопил немалые фонды и пользуется заслуженной популярностью среди кастамукшан и гостей города. Кастамукша уникальна своей природой, старовозрастными лесами, куда редко ступала нога человека. В 1983 году на территории, примыкающей к советско-финляндской границе, был образован госзаповедник Кастамукшский. Впоследствии он вошел в состав Международного парка дружба, являющегося частью зеленого пояса Финляндии. В 1986 году, после присвоения статуса города финского населенного пункта Кухма, чьи жители участвовали в кастамукшской стройке, между ним и кастамукши установились побративские отношения, что явилось логическим завершением сложившихся ранее связей. Так, фестиваль камерной музыки, проходящий ежегодно в Кухме, был продолжен на концертных площадках Кастамукши, и уже более 20 лет это международное музыкальное событие, в котором участвуют известные композиторы и исполнители коллективы, дарит горожанам и гостям незабываемую встречу с прекрасным миром высокого искусства. Территориальная отдаленность города компенсировалась развитой транспортной системой. В 1982 году запущено регулярное железнодорожное сообщение с Петрозаводском и Санкт-Петербургом. В 1990-м открылся аэропорт. Молодой город, как и вся страна, переживал различные периоды и подъемы, и сложности демократические преобразования вызывали серьезные изменения массам в сознании, шло переосмысление культурных ценностей, на смену идеологизации пришла духовная свобода, возродилась деятельность религиозной конфессии, строились церкви. Характерной чертой экономической жизни Кастамукши в новых условиях стало развитие частного предпринимательства, создавались совместные с иностранными учредителями предприятия. Это еще одна ярко отличительная особенность приграничного города, имеющего прямой выход в европейские страны. 2 ноября 1993 года городским советом был утвержден герб города, разработанный Кастамукшским художником-дизайнером Анатолием Титовым. В центре герба тотемный знак Карелов, родоискательская лоза в руках первопроходца, символы истории этого края и источника благосостояния Кастамукши. В декабре 1994 года в результате кардинальных политических преобразований в стране произошло изменение структуры органов власти. Первым мэром Кастамукши был избран Валерий Павлович Бессонов. В 2006 году образован Кастамукшский городской совет, главой которого стал Вячеслав Степанович Шаповал. Все руководители Кастамукши, сменявшие друг друга на этом посту, считали необходимым сохранение индивидуальности города, его традиции, так чтобы дальнейшее развитие территории не повлияло отрицательно на отличительные особенности, которые сегодня вызывают у гостей восхищение и желание еще не раз вернуться сюда, в Кастамукшу, по праву именуемую «Шемчужиной Карелии». 21 век Кастамукши встречала готовы к стремительным темпам развития, как в области технологий, так и в экономической деятельности. В городе существует мощная производственная база, центральным сменом которой является градообразующее предприятие. Растущие объемы производства акционерного общества «Карельский окатыш» создают дополнительные источники инвестирования, приоритетные социальные городские проекты, такие как возведение жилья, строительство бассейна, физкультурно-здоровительного комплекса с лыжеролерными трассами, биатлонным стрельбищем международного класса. Итогом реализации долгосрочной городской программы инвестиционной привлекательности стал приход в город крупных российских и зарубежных компаний. В Кастамукши работают финские производственные комплексы «АЕК» и «Электрокос», входящие в состав международного концерна ПКС «Групп». Здесь занимается сборка жгутов и электронных плат для автомобильной промышленности. Это предприятие создало более полутора тысяч рабочих мест для женщин. Всемирно известная шведская компания IKEA поэтапно развивает свой филиал «Сведунг Карелия» по производству мебели. Уже пятый год действует на промышленной площадке карельского окатыша «Забот по производству компонентов эмульсионно-взрывчатых веществ Сибири-3», построенной московской промышленной группой «Нитросибирь». Рядом разместилось акционерное общество, входящее в концерн «Орика», специализирующееся на изготовлении систем инициирования, которые применяются при производстве срывов. Год назад начало свою производственную деятельность в городе и стремительно наращивает объемы производства российско-финское предприятие «Дейла» по сборке электронных плат для высокоточной техники. Такой приток иностранных инвесторов в Костомукшу не случайен. Помимо того, что здесь есть территориальные и транспортные возможности, административные условия, главное – творческий, высокообразованный людской потенциал. В городе с населением чуть более 30 тысяч работают пять общеобразовательных учебных заведений, вечерняя школа, профессиональные училища, филиалы вузов Петрозаводского государственного университета, Московской гуманитарной академии, Северо-Западного заочного технического университета. Ветераны Костомукши, те, кто строил город и комбинаты, сегодня уже находятся на заслуженном отдыхе, продолжают оставаться в центре внимания. О них заботятся и предприятия, на которых они трудились, и городские социальные службы. Но и сами ветераны продолжают оставаться в строю, активно принимая участие не только в торжественных мероприятиях, но и в решении многих задач, стоящих перед городской властью. Ярким примером этого является создание инициативной группы ветеранов «Бабушкин патруль». Деятельность направлена на повышение нравственных устоев в обществе, воспитания, культуры, поведения, любви к родному городу. Маленький Костомукшани с раннего возраста начинает проявлять свои таланты, гармонично развивается, укрепляет здоровье в детских садах. Опытные воспитатели помогают малышам проявить их природные способности, готовят ребятичек к следующему жизненному этапу поступления в школу. Костомукшская система образования всегда в числе передовых. Общеобразовательные учреждения становятся победителями республиканских и всероссийских конкурсов, получают крупные гранты, которые используют на приобретение нового оборудования. Есть в городе национальная школа «Кунтаке Коулу», тесно сотрудничающая с образовательными учреждениями Финляндии. Наши школьники показывают свободное, грамотное владение иностранными языками, активно общаясь с зарубежными сверстниками. Молодежное объединение «Лидер» – кузница будущих профессиональных кадров для Костомукши. А конкурс управленческих талантов «Успех» уже обрел популярность не только среди горожан, но и вышел на межрайонный уровень. Кружки, секции, спортивные школы, занятия вокалом, хореографией, обучение игре на музыкальных инструментах, выявление и развитие художественных талантов – таков неполный список тех возможностей выбора занятий по интересам, которые предлагаются юным Костомукшанам. И ребята опрадывают надежды своих тренеров, педагогов, показывая отличные результаты, ставя мировые рекорды в спорте и проявляя несомненные успехи практически во всех сферах культуры. Без выступлений юных звезд сцены не проходит ни одно городское торжество. Сборная команды города по баскетболу, хоккее, волейболу, боксу, борьбе выезжает как на российские соревнования, так и за границу. Костомукшани покоряют горные вершины, сплавляются по быстрым рекам, ежегодно участвуют в первенстве на Кубок главы по теннису в городском труслете, а зимние лыжные гонки – это традиция, заложенная еще в годы строительства города. Визитной карточкой Костомукши являются ее фестивали, камерного искусства, рок-музыки Нордсэйшн, бардовской песни имени Сергея Ожегова, национальной имени Вейка Пялина, молодежных музыкальных направлений Адреналин и с каждым годом список таких массовых развлекательных мероприятий пополняется. Так, два года назад молодыми костомукшскими поэтами был организован фестиваль современной поэзии, а в прошлом году прошел первый фестиваль разножанровых выступлений на открытом воздухе «Эмпазл», также имевший несомненный успех. Строительство гостиничных комплексов, мотелей, современных торговых центров и небольших магазинов, ставших украшением городских улиц – это дань времени тому европейскому менталитету, который отличает Костомукшан. Несмотря на молодость города Корняков и индустриальную направленность деятельности, здесь есть привлекательные для туристов места. Заповедник, который предлагает ряд интересных экологических маршрутов, знакомство с роднообразными видами зверей и птиц, обитающих в этой северно-таежной полосе. Самобытная калельская деревня Вакнавлак, расположенная в 50 километрах от Костомукша – одно из мест, где записывались руны, вошедшие во всемирно известный корелло-финский эпос Калевала. Язык плетков и древние традиции здесь передаются из поколения в поколение уже на протяжении трех сотен лет. А на северо-западе от Костомукши раскинулся национальный парк «Калевальский». Это территория девственных лесов, куда редко ступала нога человека. Есть в городе свои традиции, проверенные временем. Празднование дня рождения Костомукши 1 мая торжественным шествием, встреча Нового года с фейерверками, гуляниями у елки в центре города, участие всех жителей в честовании коллектива градообразующего предприятия в День Металлурга, торжественная церемония признания, когда присуждаются звания лауреатов, различных номинациях, предприятиям и организациям, внесшим в развитие города немалый вклад, определение среди жителей тех, кто достоин званий «Почетный гражданин Костомукши» и «Человек года». Костомукша впитывает в себя все лучшие веяния времени, стремясь, вопреки территориальной отдаленности от центра, быть в числе передовых. За достижения в области международного сотрудничества Костомукша удостоена диплома Совета Европы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok